В наше время каждый год выходят сотни видеоигр, которые становятся все требовательней в плане вычислительной мощности. Если ты не заядлый геймер, то с вероятностью 80% твой настоящий девайс трудом будет тянуть даже игры двухлетней давности, что же уже говорить о последних новинках. Согласитесь, что в киберпанк хочется поиграть даже новичку, но при этом ни PS5, ни компьютера за 200 тысяч рублей у него нет, что же делать в таком случае? И именно эту проблему в наше время может решить облачный гейминг. Ола Амигос, на связи Матвей и как вы могли уже понять, то сегодня речь пойдет про облачный гейминг, причем не про обычный, а про его мобайл-версию, если конкретнее, то на iOS. В этом видео я вам расскажу, какие вообще сервисы по облачному геймингу на данный момент существуют на iOS, какие из них лучшие, конечно же, все это потестим и узнаем, как оно работает на самом деле при разных условиях. Уверен, это видео вам точно понравится, потому что подобных роликов на ютубе я еще нигде не встречал, в общем, никуда не переключайтесь. Ну а перед тем, как мы начнем, хочу обратиться лично к тебе, мой дорогой зритель, если ты впервые на моем канале и ты так же, как и я, фанатеешь от мобильной индустрии, то обязательно оформляй подписку. Именно здесь ты найдешь обзоры на различные мобильные игры, телефоны, новости, в общем, все, как ты любишь. Надеюсь, вы меня поняли, поэтому давайте, наконец-таки, начнем. Как работает облачный гейминг на iOS в конце 21-го года и стоит ли уже отказываться от покупки консолей и компьютера в пользу облака. И начнем, пожалуй, с того, что в этом видео нет рекламы. Да, я бы сам был бы рад, если бы хоть один проект купил у меня рекламу в этом ролике, хотя бы на рублей 100. Собственно, именно так выглядит приложение GeForce Now на iOS. Скажу сразу, в App Store вы его не найдете, потому что оно устанавливается по специальному способу, о котором вы можете узнать в официальной ВК-группе GeForce Now Россия. Интерфейс максимально простой, открываешь приложение и вот тебе сразу список игр, в которые ты можешь поиграть. Для того, чтобы начать играть, нужно всего лишь создать или войти в свою учетную запись GeForce Now. Есть настройки, в которых ты можешь привязать к GeForce Now свои учетные записи Steam и Origin, ну а также настроить соединение с сервером. Надеюсь, здесь вам все стало ясно, поэтому давайте я вам расскажу, как здесь вообще все работает. Отличительная особенность сервиса GeForce Now заключается в том, что тут ты можешь играть в игры даже за бесплатно, но с некоторыми нюансами. Тебе нужно будет ждать своего сеанса игры в живой очереди, которая обычно составляет 300-400 человек днем, ну и более того, сам сеанс длится не более 15 минут. Ну и конечно, при желании, ты можешь приобрести специальную подписку за 1000 рублей в один месяц, с помощью которой тебе не придется стоять в живой очереди, ну а также твой игровой сеанс будет длиться аж целых 30 минут. Ну а также действуют разные акции на длительность покупки вашей подписки. То есть, грубо говоря, если вы приобретаете подписку на год вперед, то вместо 12 тысяч вы платите всего лишь 10, на 180 дней вместо 6 тысяч 5, ну и так далее. Ну а также еще несколько привилегий, которые вы можете увидеть сейчас у себя на экране. Для тех, кто не понимает, то игровая сессия это время, проведенное в игре. То есть, если подписки у тебя нет, то с момента входа в игру ты можешь провести максимум 15 минут. По истечению времени тебя просто кикнут с сервера, и тебе нужно будет заново отстаивать свою очередь, чтобы отыграть еще одни 15 минут. Что ж, надеюсь, я вам смог объяснить, по какой системе работает сервис GeForce Now, и теперь предлагаю перейти к тесту самих игр. Из-за гигантской очереди в 400 человек я не решался играть днем или вечером, поэтому выбрал время утром, как раз перед уроками. Как вы можете заметить, в очереди всего 12 человек, время на часах полдевятого. Буду играть в Apex Legends, потому что это бесплатная игра, а в Steam у меня вообще никаких игр нет. Зашел в свой Steam аккаунт, зарегался в Origin и готов к игре на все 100%. Ребят, настоятельно рекомендую заранее связать свою учетную запись GeForce Now со Steam и Origin, чтобы потом по 10 минут не париться с этим во время игрового сеанса. Короче, вопреки моим ожиданиям, здесь почему-то не было управления через виртуальные кнопки на экране, поэтому мне приходилось играть через свой геймпад. Спасибо хотя бы на том, что максимально оптимизировали управление для геймпада от Sony. Ну, типа управление абсолютно такое же, как на PlayStation. Короче, прошел обучение и уже могу сказать, что игра идет достаточно хорошо. Максимально стабильные 60 FPS, моментальный отклик от нажатия кнопок на геймпаде и великолепная графика. Единственный минус, который я заметил, что иногда в игре все же бывают сбои. В виде того, что игра просто зависает на пару секунд, ну, конечно же, потом все восстанавливается. При этом хочу напомнить, что я не у себя дома и играю на обычном мобильном интернете, а именно LTE. Ну и учитывая этот факт, я вообще не имею никаких претензий к этому сервису. Все работает максимально красиво, шустро, да, бывают иногда маленькие сбои, но это вообще не критично. Ну а так, я теперь на постоянке по утрам перед школой спокойно себя гоняю в Apex Legends со своего айфона. Ладно, с моим мнением мы разобрались, теперь давайте раскидаем этот сервис по фактам, выявим все плюсы, минусы и выясним, подходит ли он лично тебе. Во-первых, сам сервис. Из плюсов могу отметить примитивность, очень легко скачать, легкая регистрация, в общем, скоро ты начнешь играть. Но я могу отметить очень большой минус в том, что здесь нету связи с Epic Games Store. Дело в том, что еще летом Nvidia заявляли о том, что у них появится связь с Epic Games и можно будет спокойно через их сервис на iOS играть в Fortnite. Но вот уже осень 21 года подходит к концу, а Epic Games Store так и не завезли. Плюс к этому все игры, в которые я играю, которые у меня вообще есть, находятся именно в Epic Games Store, так что если бы он был в GeForce Now, я бы точно приобрел их подписку. Теперь давайте поговорим про оптимизацию на iOS. Из плюсов могу отметить реально очень крутую оптимизацию, о которой я еще говорил выше. Да и что мне в принципе говорить, сейчас у себя на экране вы замечаете запись геймплея как раз таки Apex Legends через GeForce Now на моем айфоне. Думаю, какие-то комментарии здесь будут лишними. Но в противовес этому я могу отметить один очень жирный минус в том, что здесь нет виртуальных кнопок. Ведь основная идея этого сервиса заключается в том, что профессиональный гейминг может быть еще и мобильным. Ну а о какой мобильности может идти речь, когда без громоздкого геймпада ты никак не поиграешь в эти игры? Да, вы можете сказать, что геймпад сам по себе маленький, но ребят, это же мобайл гейминг. У нас тема про мобайл гейминг, а мобайл гейминг заключается в том, чтобы вы могли спокойно играть в игры, имея в своем кармане лишь один телефон. Также хочу обратить ваше внимание на энергопотребность GeForce Now, но на самом деле никакой вины сам сервис здесь не имеет, потому что это зависит только от вашего девайса. Например, у меня iPhone 11 Pro Max, аккумулятор на котором изношен до 87% и на 1 час геймплея в GeForce Now у меня приходится плюс-минус 30% заряда. Но на самом деле сервис себя проявляет очень хорошо, потому что за все время игры мой телефон ни разу не нагрелся. Ну, по крайней мере, не до такой степени, как при игре в тот же самый PUBG Mobile. Ну и последнее, что я хочу обсудить, так это цены сервиса и вообще какой смысл в него играть. На самом деле, да, здесь можно поставить огромный жирный плюс за возможность поиграть бесплатно, но на самом деле здесь не все так чисто, как кажется на первый взгляд. Ведь я теперь играю через GeForce Now только по утрам, когда очередь в среднем составляет 10 человек. Ну а если брать промежуток времени с 10 утра по, наверное, 2 часа ночи, то там средняя очередь это человек 300. И поверьте мне, ждать более часа ради того, чтобы поиграть всего 15 минут в какую-то игру, точно того не стоит. При этом закрывать приложение с очередью или тем более выключать телефон вы тоже не можете, иначе отлетите в самый конец. Все дело в том, что возможность поиграть бесплатно через GeForce Now это не более чем чистый маркетинг. Ведь именно возможность поиграть бесплатно и выделяет этот сервис на фоне остальных, что привлекает достаточно большую аудиторию. Возможность бесплатно поиграть через GeForce Now предполагает собой возможность потестировать данный сервис. Как в магазине электроники вы можете потрогать, попользоваться телефоном, но не забирать его себе, так и здесь. Так что возлагать все надежды на бесплатный облачный гейминг вам точно не стоит. А облачный гейминг стоит, стоит денег и при этом справедливых. Цены на все подписки в GeForce Now абсолютно справедливы. Но спешу вас огорчить, что пока что это сыровато, по крайней мере для обычного пользователя. Поэтому лично я пока что на данный момент не стал бы покупать подписку в GeForce Now. Нужно подождать еще примерно год, когда добавят виртуальные кнопки, добавят Epic Games и тогда уже можно задумываться о покупке. Ну а пока что эта индустрия слишком сыровата. Да, за этим стоит будущее, но еще нужно подождать. Надеюсь я ответил на все ваши вопросы касаемо облачного гейминга и у меня на сегодня пока что для вас это все. Огромное спасибо за просмотр и если это видео было вам интересно, то не забудьте поставить лайк для его продвижения. Также хочу сообщить, что если под этим видео наберется более 500 лайков, то я начну делать видео, в котором покажу, как облачный гейминг работает уже на Android. Также пишите в комментариях, пользуетесь ли вы сервисами по облачному геймингу и вообще что думаете на этот счет. Будет интересно узнать. Ну а также если именно ты хочешь халявный лайк лично от меня, то обязательно в комментариях пиши слово Клауд. Только так я смогу понять, что ты досмотрел это видео до конца, ну и конечно же все подобные комментарии я обязательно лайкну. Ну и по традиции с вами как всегда был Матвей, аста лоя гом.